Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Skladis, продаж запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы покажем, как заменить виброзвонок на iPhone 7. Приступим. Для начала вам необходимо открутить два нижних винтика. Далее, отщелкиваем дисплейный модуль от корпуса. Это вы можете сделать металлической лопаткой. Если у вас возникли сложности по ремонту, вопросы, пишите в комментариях. Мы вам ответим на все ваши вопросы абсолютно бесплатно. Если же у вас вопросы не по данному видео, пишите нам в группу ВКонтакте. Мы вас проконсультируем абсолютно бесплатно. Не стесняйтесь. Данный канал был создан для обучения, чтобы вы могли профессионально и качественно сделать ремонт. Отщелкнули. Открываем. Теперь необходимо открутить пять винтиков. Если на вашем аппарате не работает виброзвонок, в 90% случаев вам поможет его замена. В 10% случаев это может быть иная проблема. К примеру, попадание влаги, либо проблема на печатной плате. На данном уроке мы вас научим менять виброзвонок. И последний винтик. Открутили. Вынимаем держатель. И вынимаем сам виброзвонок. Вынимаем аккуратно, не повреждаем шлейфа. Вставляем новый виброзвонок и подключаем его. Аккуратно. Подключили. Устанавливаем держатель. Теперь необходимо прикрутить пять винтиков. Не путайте, где какой винтик стоял. Туда его и вкручивайте. Это самое главное при разборе аппарата. Так как часто случается проблема, что вы вкручиваете винтик не туда, где он стоял и повреждаете либо деталь, либо печатную плату. Теперь защелкиваем дисплейный модуль. И закручиваем два нижних винтика. И все. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok